К Пригожину вы достаточно скептически относитесь, вся информация, которая появляется, куда он летает, фото его в кулуарах саммита «Россия-Африка». Минувший четверг мы с вами обсуждали, вы детально объясняли, почему это может быть фейком. Но все-таки к форуму этому хотелось бы вернуться немножечко с другой стороны. Значит, журналист Христо Грозев, анализируя видео с этого саммита, обнаружил некого генерала-майора Аверьянова, который является грушником. И именно с ним связывают множество диверсий в европейских странах, те же взрывы на военных складах в Чехии, большинство международных скандалов. И сидит он, значит, на этом видео за одним столом с Путиным и Лавровым. В чем смысл его присутствия? Это очень интересная информация. Жалко, что мы о ней узнали немножко поздно. Было бы интересно, когда проходил этот форум. Потому что Аверьянов, судя по всему, является командиром ВЧ-29-195, грушной, которая занималась, по-моему, я могу ошибиться немножко в цифре, но, по-моему, так, которая занималась всеми мокрыми делами последнего времени. То есть в Хрипали, какие-то вещи, базы какие-то в Савой, в нашей, в Верхней Савой во Франции, Швейцария, Голландия, это все за всеми этими людьми торчат уши Аверьянова, то есть его службы. То, что он появился на саммите России-Африка, это странная вещь. Потому что такие люди, в общем, не светятся на таких публичных мероприятиях. Такие люди обычно встречаются где-то в кулуарах, когда даже вот часто не с главами государств. Потому что, когда встречаются главы государств, идет освещение этих встреч. То есть там есть журналисты, там есть камеры, и все это дело попадает вот так, как это попало. Камера, а потом мы это дело анализируем, и даже по прошествии какого-то времени с опозданием вдруг выясняется, что вот такое лицо возникает на таком важном мероприятии. Самое главное, публичном мероприятии. Потому что этот человек, это уровень абсолютно не публичный. Это странно, кстати. Ну, с другой стороны, в разведке в последнее время происходит очень много странных совещей, когда там директор ЦРУ выходит и говорит, что у меня крот в Кремле есть, у нас есть агенты в Кремле. Это очень странные вещи слышать от директора ЦРУ. Но то же самое говорит директор МИ-6 английской разведки. Потому что, в общем, разведки не любят никакую публичность, разведки никогда не вылезают перед камерами, а разведка знает только о их провалах, никто не знает никогда об успехах разведки. А когда директора разведки выходят перед камерами и говорят, что у нас есть успехи, что у нас есть агентура в ближайшем окружении Кремля, это смотрится как троллиния, как разводка, как комедийный выход, а не серьезный выход. И Аверьянов как раз относится к тем людям, которые являются серьезными сотрудниками разведки, потому что это реальный боевой состав, которого никогда нет никаких фотографий. Вот если вы посмотрите на начальника нелегальной разведки советской, Дроздова, то единственная фотография с нелегалом, которая у него есть, это моя фотография, и то, потому что он был уже на пенсии. Он был на пенсии, а я уже был тоже в отставке. Ну, не в отставке, в запасе. А как появилась эта фотография, кстати, расскажите. Фотографию очень легко рассказать, потому что Игорь Иванович создал свою фирму, такую консалтинговую фирму, которая называлась Намакон, вот она на Якиманке сидела, и, значит, просто мы с ним поддерживали отношения дружеские после того, как он уволился, и я уволился. Вот я к нему приехал туда, в эту фирму, вот, и просто мы сделали такую дружескую фотографию, потому что, в общем, это уже можно было, потому что, ну, все мы уже… Никакой угрозы физической не было, ни ему, ни… Никакой угрозы не было, ни физической угрозы не было, и все, и это как бы уже прошлое было, и поэтому можно было сделать такую фотографию, он согласился. Вот, а в то время, когда он служил, даже близко нельзя было представить себе какой-то фотографии. Ну, это у него есть… И даже вот когда, допустим, он публиковал свою книжку, те фотографии, которые там есть, это то, что он представил из личного архива, и все они такого плохого качества, черно-белые, где-то вот там в Афганистане, на Кубе, там, и так далее. То есть, вообще-то, таких фотографий довольно мало. И обычно такого уровня люди очень мало снимаются. Да, вот точно так же, как есть руководители там в Массаде, в которых вообще никто не знает, как они выглядят. Ни одной фотографии нет. То есть, есть какие-то описания о, там, переведчике какие-то рассказывали, вот, но ни одной фотографии нет. Вот, идут у Кавельянов, возникает на таком публичном мероприятии, это очень странная вещь. И она еще странно… Я бы сказал так, что вот если бы меня спросили как шпиона бывшего, что это означает, я бы сказал так, что это демонстрация какая-то, что демонстрация Российской Федерации, что вот видите, у нас в Африке идут специальные операции, поэтому мы вам демонстрируем человек, который в ГРУ, скорее всего, заведует как раз службой специальных операций, и поэтому мы делаем его публично на таком форме, потому что Россия, в общем, идет в такую глобальную войну. То есть, это, скорее всего, вот такая демонстрация. Я бы ее так прочитал, вот если бы вы меня спросили, как у бывшего шпиона. Вот, но поскольку Путин вообще странный человек и очень глупый человек, то я не удивлюсь, что это просто глупость обыкновенная. Потому что такой глупости в последнее время мы видим тоннами. Вся война, путинская глупость, все, что он делает за последнее время, просто глупость на глупости, вот он, ну, просто идиот. И поскольку идиот, то возможны какие-то такие вот идиотские засветки, которые не произошли бы ни в одной нормальной службе, ни в одной нормальной стране, а в нормальных условиях. Ну, хорошо, но ведь Аверьянов тоже понимал риски для себя, и то, что он позволил себе засветиться. О чем вот это говорит, с вашей точки зрения, как бывшего шпиона, скажем так. Ну, хотя что он обувь не бывает, правильно? Нет, для него рисков там как раз минимальные, минимальные соотношения. То есть, просто это неприятная штука для настоящего шпиона, что тебя где-то там засветили. Вот, это просто неприятно. Ты понимаешь, что тебя таким образом подставляют. Вот, но подставляют в каком смысле? Ну, просто никуда теперь поехать не смогут. Да, потому что раньше там фотографий его, допустим, не было, и, соответственно, ему там могли выдать паспорт, вот как этим Баширову, Мышкину, там, под чужой фамилией, и совершенно спокойно он мог там ехать на какие-то операции. А теперь все, теперь есть его фотография, она попала в базы данных всех контрразведовных служб мира, и теперь куда бы он ни поехал, под какой бы фамилией, под какой бы личиной, он сразу красным всплывет, его фамилия, и, значит, его будут там отслеживать и так далее. То есть ему, словно говоря, карьеру закрыли, оперативную. То есть руководящего карьера ему не закрыли, он дальше может расти и вырасти там даже начальник игру, и, соответственно, первого зама начальника генштаба. Но он уже не поедет никуда за границу ни на какие-то переговоры, кроме какие-то странные страны, типа там Северной Кореи, там, я не знаю, возможно, куда там, Венесуэлу, ну, и то надо и плыть на подводные лодки, вот в Венесуэлу, чтобы, да. Ну, у Венесуэлы есть прямая граница, прямой выход к морю, так что там это можно сделать. Вот, или в Африку какую-нибудь он может поехать. Вот, но приличную страну он уже поехать не сможет. Это для него, конечно, обидно. Редактор субтитров А.Семкин